В эфире Азербайджанского телевидения на новости. Я Юля Архатам. Здравствуйте. Президент Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кера Стармера находится с рабочим визитом в Англии для участия в четвертом саммите Европейского политического сообщества. Президент Азербайджана прибыл в Ленхеймский дворец в Оксфорде. Главу государства встретил премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Кир Стармер. Президент Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Оксфорде с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Люком Фриденом. На встрече были обсуждены двусторонние отношения между нашими странами. Премьер-министр Люксембурга еще раз подчеркнул важность получения большей информации об Азербайджане и регионе, а также стабильности в регионе для его страны. Он довел до внимания, что региональная политика Люксембурга носит сбалансированный характер. Проинформировав о региональных процессах, президент Азербайджана отметил важность сбалансированной политики по отношению к региону и уважительного подхода к позиции всех сторон. На встрече были затронуты двусторонние отношения между нашими странами, подчеркнуто наличие больших перспектив для развития связей, основанных на взаимном уважении и доверии. Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Люксембургом в сфере высоких технологий, здравоохранения, инвестиций, транспортных перевозок и других областях. В ходе беседы было отмечено, что Азербайджан имеет очень тесное отношение с Европейским Союзом и странами-членами ЕС. Была подчеркнута важность платформы европейского политического сообщества для проведения дискуссий. На встрече было подчеркнуто значение проведения КОП-29 в Азербайджане. Премьер-министр Люксембурга довел до внимания, что намерен принять участие в этом мероприятии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках четвертого саммита Европейского политического сообщества провел беседу с президентом Швейцарской конфедерации Виолой Амерт. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях между Азербайджаном и Швейцарией и развитии региональной мирной повестки. Обсуждался вклад швейцарских компаний в строительно-восстановительные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В ходе беседы был проведен обмен мнениями о КОП-29 и изменениях климата. Затем президент Ильхам Алиев в рамках четвертого саммита Европейского политического сообщества побеседовал с премьер-министром в Венгрии Виктором Орбаном. В ходе беседы, прошедшие в дружеской атмосфере, были обсуждены вопросы, связанные двусторонними отношениями и сотрудничеством между нашими странами. С удовлетворением были отмечены визит премьер-министра в Венгрии в Шушу для участия в неформальном саммите глав государств Организации тюркских государств и проведенной на полях саммита встречи. Сегодня в Оксфорде состоялась пленарная сессия-открытие четвертого саммита Европейского политического сообщества. В мероприятие принял участие президент Ильхам Алиев. После завершения пленарной сессии участники сделали совместное фото. Президент Ильхам Алиева в рамках четвертого саммита Европейского политического сообщества в Оксфорде принял участие в круглом столе на тему энергетика и связь. Президент Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Оксфорде с президентом Литовской республики Гиттенесом Науседой и президентом Финляндской республики Александром Стубом. Великобритания, принимающая европейское политическое сообщество, выступила с предложением провести встречу между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Однако армянская сторона отказалась от этого. Комментируя этот шаг Ильевана, помощник президента Хикимат Хаджиев сказал, что мы расцениваем отказ Николы Пашиняна от встречи с президентом Ильхам Алиевом в Лондоне как проявление Армении на мире не отойти от диалога и продвижения мирной повестки. Непонятно, почему Армения, говоря о мире на различных платформах, отказывается от встречи, которая служит продвижению мирной повестки. И международное сообщество должно дать оценку тому, что Армения вместо использования возможности для диалога отказывается от нее, сказал Хикимат Хаджиев. Мы продолжаем наш выпуск. Приведены сборы по специальности со снайперскими ротами и квалифицированными военнослужащими снайперами воинских частей «Коммандос». В рамках сборов с целью дальнейшего совершенствования навыков стрельбы военнослужащие выполнили практические упражнения по стрельбе из снайперских винтовок в различных эпизодах. Задача по занятию огневой позицией, приведению оружия в боевое состояние, обнаружению и уничтожению целей условного противника были выполнены с высоким профессионализмом. Сегодня предали земли останки четырех шахидов, пропавших без вести в первой Карабахской войне. Церемония прощания состоялась в Бакуне, в Чалях, Даме и Гянче. В захоронении останков приняли участие члены семей, близкие и боевые товарищи шахидов. Официальные лица, представители общественности, военнослужащие, гази, члены семей других шахидов. Под звуки государственного гимна, под оружейный залп, останки шахидов были преданы земле. Трехцветный флаг Азербайджана был передан семьям шахидов. Завтра в Сумгаите и Мишли и Евлахи перезахоронят останки еще трех шахидов, пропавших без вести в первой Карабахской войне. Сокар выполняет обязательства, взятые на себя в прошлом году в рамках Всемирного климатического саммита в Дубае. Они связаны с сокращением выбросов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В связи с этим государственная нефтяная компания планирует достичь цели нулевого метана, то есть чистый ноль, к 2050 году. Кроме того, защита окружающей среды также является одним из главных приоритетов деятельности. Представители СМИ были проинформированы о проделанной кампании работе в экологической сфере. Было отмечено, что очистка Бакинской бухты также является примером работ, проводимых в этом направлении. Обеспечение прав женщин и проблемы их образования является одним из важнейших вопросов исламского мира. Об этом говорили участники, организованные в ШУШЕ конференции «Женщины в исламском мире. Традиции и вызовы». На панельных заседаниях уже завершившегося мероприятия были заслушаны доклады на темы «Роль женщин в устойчивом развитии Карабаха», «Женский вопрос в обществом контексте», «Глобализированном мире» и другие. На мероприятии были представлены исторические факты общественной политической деятельности ханской дочери Хуршидбану Натаван. Еще одно негативное мнение высказано в отношении экономики Армении. В этот раз критике подверглась ее инвестиционный климат. В США считают, что наличие коррупции, слабость судебной системы являются основными причинами, мешающими инвесторам. Также немало других проблем в этой стране. Инвесторы говорят, что остается множество проблем, которые необходимо решить для обеспечения прозрачного, справедливого и предсказуемого делового климата. Представители частного сектора выразили обеспокоенность качеством диалога между частным сектором и правительством. Так говорится в отчете Госдепартамента США об инвестиционном климате в Армении за 2024 год. В документе подчеркивается, что законы подрываются такими проблемами, как отсутствие независимости, возможностей или профессионализма в ключевых институтах, наиболее критически в судебной системе. Также указывается на проблемы с ограниченной покупательной способностью потребителей в Армении. Конечно, инвесторы хотят продавать свою продукцию на внутреннем рынке. Эта проблема возникает при низкой покупательной способности. Они не могут продать по желаемой цене. Здесь они пришли к выводу, что отсутствие справедливой и эффективной судебной системы создает проблему в защите прав предпринимателей. ГОСТЭП рекомендует провести широкие реформы в налоговых, таможенных, медицинских, образовательных и правоохранительных учреждениях Армении. Третье направление связано с этическим поведением государственных чиновников, которые чаще всего демонстрируют отсутствие способности или желание решать проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы. Следует отметить, что время от времени проблемы, с которыми сталкиваются акционеры в Армении, появляются в прессе. К примеру, только в прошлом месяце швейцарская компания «Вольнерд» подала иск против официального Еревана на 1,2 миллиарда долларов из-за принудительной конфискации ее акций. В иске говорится, что правительство Армении посредством политической кампании пресекло кампании инвестиций в Зангизурский медно-малибденовый комбинат. В результате 9-месячных военных операций, проводимых Израилем в секторе Газа, уничтожена половина военного руководства «Хамас». В распространенных израильской армии разведанных приведены имена и фотографии 14 лидеров «Хамас», 7 из них уничтожены. Также уничтожен командир морских сил радикальной исламской группировки «Джихад». Беспилотник ВВС Израиль атаковал автомобиль, перевозивший бойцов исламского сопротивления на востоке Ливана. В результате был уничтожен один из полевых командиров формирования, являющихся союзниками Хезбулла. Еврокомиссия поддержала предоставление Киеву еще 4,2 миллиардов евро из фонда помощи Украине. Однако новый пакет должны будут одобрить главы государств и правительств страны ЕС в Европейском Совете. По словам главы Европейской комиссии Урслы Фондер-Ляйен, после принятия в Совете ЕС утверждения помощи, общий объем финансирования Украинам, Евросоюзам в рамках этого механизма достигнет 12 миллиардов евро. В заявлении Европейской комиссии говорится, что Украина выполнила выдвинутые требования для финансовой помощи. Следует отметить, что в феврале текущего года Совет ЕС одобрил создание фонда помощи Украине. Киев получит до 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов в 2024-2027 годах в рамках фонда для Украины. Продолжаются работы по созданию новой дорожной инфраструктуры на территории, где был мост Джованшира, демонтированные части которого полностью вывезены. Проведены работы по выемке непригодного грунта, переноса коммуникационных линий, начато строительство нового дорожного полотна. В соответствии с проектом на территории путепровода уже началась работа по асфальтированию. В нашей стране наряду со скоростью интернета изменится и цена. С учетом растущего спроса абонентов на широкополосный доступ в интернет, в тарифных пакетах увеличат скорость в 2,5 раза. Изменения будут внесены со следующего месяца. Высокоскоростной интернет является одним из главных требований времени. Мы не ошибемся, если скажем, что в глобализированном мире страны соревнуются за более качественный и скоростной интернет, необходимый для развития бизнеса, социально-экономической активности, да и других сфер. Скоростной интернет также вызвал необходимость перехода с ADSL на GPON и другую инфраструктуру широкополосного доступа в интернет для всех провайдеров нашей страны. Все свои отношения, все деловые связи люди осуществляют через интернет, и поэтому все на него жалуются. Но мы видим, что те, кто жалуются на интернет, используют пакеты с самым низким лимитом. Используемый ими пакет не соответствует их требованиям. Современные веб-технологии также требуют более мощного интернета в этом направлении. Видео 4К имеют лучшее качество. Быстрое подключение к интернету необходимо для бесперебойной работы каждой открываемой веб-страницы. Это означает, что наши требования к высокоскоростному интернету с небольшим ограничением не соответствуют пакету, который мы получаем. Поэтому, продолжая работать с требованием в такой форме, согласно международной статистике, мы окажемся на нижнем уровне. По мнению специалистов, новая инфраструктура в Азербайджане ориентирована на высокоскоростной интернет, реализуемый за счет серьезных инвестиций. Поэтому с 15 августа абонентам будет предложено 25 монатов за 100 мегабит интернета, 30 монатов за 150 мегабит интернета, 36 монатов за 250 мегабит интернета. И по информации от телеком и бакинской телефонной связи, минимальная скорость для абонентов с новыми тарифами будет начинаться от 100 мегабит, а стоимость за каждый мегабит снижена с 45 до 25 копеек. Изменения были внесены на фоне растущего спроса клиентов на высокоскоростной широкополосной доступ в интернет. Лимиты увеличатся, оплата за которые будет ниже, пакеты вырастут, низколимитные пакеты будут отменены. Это также означает, что граждане будут платить меньше за более скоростные и объемные интернет-пакеты. В конечном итоге граждане будут платить больше из-за отмены небольших пакетов. Но возникает вопрос, почему люди с низким доходом должны получать дорогие пакеты? В этом есть технические аспекты. Зависание происходит из-за того, что видео на веб-сайтах имеет более высокое качество, а используемый низкоскоростной интернет создает сложности в загрузке. Поэтому такие интернет-пакеты не отличают требованиям. Следует отметить, что изменение цены не коснется специальных льготных тарифов, предоставляемых Астелеком, в том числе льготных тарифных пакетов Тащакюр для семей Шахидов и Гази. Азербайджан импортирует большую часть саженцев и семян плодовых деревьев и ягод. Уже несколько лет предпринимаются целенаправленные шаги по снижению импортозависимости. К примеру, в созданных в ГУБе лабораториях в соответствии с потребностями рынка началось выращивание плодовых культур и быстро растущих деревьев Павловни. В нашей стране, в том числе в ГУБе, выращивают до 20 сортов клубники. Выведено также 5 новых сортов клубники английской селекции, отличающейся высокой урожайностью. Ежедневно меняются требования на рынке. Растет спрос именно на эти сорта. И многие фермеры обращаются за посадочным материалом этих сортов в зарубежные страны и привозят их в Азербайджан. К сожалению, в некоторых случаях зараженных болезнями, что в свою очередь создает проблемы. В биотехнологических лабораториях в ГУБе в особых условиях выращивают трудно адаптируемую к климату рассаду ягод. Сегодня в нашей лаборатории ведутся исследовательские работы по переработке и производству ягодных культур по технологии инвитро путем микроклонального размножения. Цель – получение суперэлитного посадочного материала категории ААБ, который затем будет передан занимающимся рассадой хозяйству для производства элитного и суперэлитного материала для фермеров. По новой технологии клубнику высаживают с креплениями высотой 10-15 сантиметров, поливают методом капельного орошения. Этот метод повышает также влажность почвы, предотвращая вымерзание корней растения зимой. В последние годы в ГУБе также встречается дерево павлонья, родиной которого является Китай. Дерево также адаптируется к местному климату. У нас выращивается в основном вид павлонья томентоса, то есть павлонья войлочная, из которых можно получить как качественный древесный материал, который используется в различных отраслях, лёгкой промышленности, сельском хозяйстве. Дерево павлонья отличается гладким стволом и очень устойчиво к изменчивым погодным условиям. Эльнор Таимуров, Эльчин Гурбанов, Сабина Алиева, Новости АСТВ. По номеру горячей линии АСТВ Хабяр 051-511-1956 посредством WhatsApp и Telegram вы можете сообщить о событиях, свидетелями которых стали высказать свои предложения и замечания. На этом наш выпуск подошел к концу. Благодарю за внимание. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok